Слава Иисусу Христу! Если брать праздничные дни, то это шубот Пятидесятница, праздник Пятидесятница, который в традиции православной называется Троицей. И в эти дни молюсь о северной столице, о Петербурге. Сзади меня вы видите, это Петропавловская крепость, собственно, центр, самый центр столицы Петербурга, города. И в молитве сегодня благоставляю город Санкт-Петербург, северную столицу, благоставляю на берегах Невы всех, вас, дорогие друзья. И, конечно, недаром Петр здесь рубил окно. Действительно, не только культурная столица Петербург, но и духовная столица, безусловно, духовная столица России. Потому что изначально город был многоконфессиональным, действительно многоконфессиональным с самого своего начала. 315 лет тому назад один из Петровских указов, который как раз перепечатывался уже в наше время, пересдавался. Это действительно был исторический указ в самом начале, в основании города. И было заявлено, что город будет многоконфессиональным, город будет действительно уникальным. И он таковым и стал, на самом деле. Уже больше 300 лет прошло с того момента. И уже сразу после падения Союза, Собчак, мэр города, когда ему вручили вот этот документ, копию, вернее, этого документа исторического, я видел фотографии вот этого события исторического, когда снова вернули старое наименование городу. Ныне он вновь Санкт-Петербург, этот город. Вот. И не только само название вернулось старое, но и, знаете ли, вот это понимание, что это действительно духовная столица России. И, конечно, прошло уже много лет, много поколений. Уже давно нет империи российской, уже давно нет Советского Союза. Но, знаете ли, как бы то ни было, но все равно для России это не просто окно даже в Европу, в цивилизацию. Нет, это окно в духовный мир, будем так говорить, как Павел Флоренский говорил, значит, высказываясь, правда, об иконах. Но, если брать, вообще, по большому счету, города имеют свою какую-то энергетику, какую-то свою, какую-то ауру, не знаю, какую-то свою особенность каждый город имеет. И вот Санкт-Петербург, он имеет свою такую харизму, какую-то свою энергетику, свою особенность. И это действительно столица, действительно столица духовная. И недаром именно здесь, на берегах Невых, еще и в 19-м столетии пробуждение начиналось, и в начале 20-го столетия. И даже здесь проводились такие экскурсии, не знаю, сейчас они проводятся или нет, но они назывались Петербург и Евангельский, или Евангельский Петербург. Я думаю, что это очень хорошее наименование для экскурсии, как раз именно показывающее саму суть, именно не пандийский Петербург, не какой-то еще там криминальный, какой-то еще, нет, а именно Евангельский. Таковой он и есть, и таковым он должен стать, действительно, по праву. Так что, дамы и господа, братья и сестры, и с берегов Невы, всех вас приветствую, как говорится, паки-паки, снова и снова. И благоставляю. И также призываю вас к молитве за нашу северную столицу, о духовном пробуждении. И я благоставляю вас священническим благоставением сегодняшним днем. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Слава Богу. Так что, молитесь, друзья. Вот я пользуюсь случаем, хочу показать еще здесь красоты Питера. Это Нева. Сзади видите Исаакиевский собор. Кстати, сняли коробку. Да. Это уже такие заметки путевые. Это Исаакиевский собор. Он как раз был, ну, в 20-е годы таким духовным центром, крупнейшим духовным центром и символом реформации, пробуждения. Исаакиевский собор. Где дальше, видите, там чуть дальше от Мералтейства. Ну, вместе там, по сути. Вот так вот. А здесь, да, вот Зайчий остров и вот сами эти красоты, пешеходный мост. Все, пусть Бог благословит вас всех. Благословляю всех, обнимаю, люблю, целую во имя Господне. Шалом, мир всем.